Вале было 7 лет, когда папа привел ее в детский спортивный клуб «Орленок». Как утверждает наша героиня, дзюдо – это не просто вид спорта. Он учит очень многому в жизни. А главное – максимально развить свои качества, как духовные, так и физические. Выносливость, также физические, упертость. Ну и характер воспитывает более с лучшей стороны. В этом году Валя приняла участие в чемпионате России под дзюдо среди слабослышащих спортсменок и заняла первое место. Валентину я уже очень давно знаю, с малолетства. Ей лет 10-11 было. Она начала заниматься. С тех пор она регулярно занимается. На моих глазах вырисла уже настоящую спортсменку. Следует отметить, что юная дзюдоистка принимает участие не только в чемпионатах среди инвалидов по слуху, но также соревнуется с обычными спортсменами. Естественно, больше уделяем внимания тем, кто старается. Если видно, что человек старается, стремится к чему-то. Естественно, конечно, к нему уже больше внимания и больше уделяем внимания и больше с ними работаем. Тренерский состав возлагает на Валентину большие надежды. И уже сейчас Валя, обладая опытом, делится им со спортсменами младшей группы и со своими сверстниками. Валя помогает мне почти во всем, так как она больше у меня занимается, у нее больше опыта, уже синий пояс у нее. Ребята ей не завидуют, они очень радуются за нее, и она радуется сама. Когда она проигрывает на соревнованиях, мы вместе с ней переживаем, а когда выигрывают, вместе радуемся. Целеустремленная, трудолюбивая, технически грамотная, смелая, решительная. За свою девятилетнюю спортивную карьеру Валентина не раз доказывала, что в полной мере обладает всеми качествами для будущего чемпиона. Поэтому неудивительно, что в этом году она стала стипендиатом губернатора Московской области. Я хочу на Олимпиаду поехать и выиграть. А там видно будет, пока что попотеть, пахать. Наталья Буслаева, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.